Привет и очень горячо приветствую тебя снова в саду. Наступила очередная волна жары, и это очень сложный вегетационный период. Я видел много людей, которым действительно пришлось отказаться от своего сезона. Так что для остальных из вас, кто пытается держаться, надеюсь это видео даст вам массу советов и идей, как действительно закончить сезон на позитивной ноте. И использовать некоторые стратегии, чтобы иметь много пищи в течение осени и зимы и помочь защитить почву. Одна из проблем при использовании компоста в качестве основной мульчи заключается в том, что это очень тёмный материал. А это значит, что он поглощает солнечную температуру, а когда почва действительно слишком горячая, это действительно может повлиять на то, насколько хорошо растут ваши растения. Еще одна проблема с компостом заключается в том, что из-за большого количества других мульчирующих материалов, он не очень эффективно удерживает влагу. И обычно в условиях британского климата это нормально, потому что у нас довольно влажный климат. Но в этом году ситуация как бы перевернулась с ног на голову. Так что из-за возникших трудностей мне действительно пришлось адаптировать методы выращивания в этом году. И пойти на риск использования большего количества мульчи, подверженной слизням, такой как скошенная трава, чтобы защитить почву, изолировать её и максимально сохранить влагу. Сейчас, когда стоит такая жара и мы находимся в разгаре очередной волны жары, это немного расстраивает, потому что сейчас как раз то время, когда я должен сеять много семян. Особенно непосредственно для того, чтобы получить и собрать дополнительный урожай в течение осени и зимы. Но прямо сейчас я не собираюсь ничего сеять. Но на самом деле есть кое-что, что ты можешь сделать прямо сейчас, чтобы подготовить свободную землю к посеву семян и привести её в более хорошее состояние. А ведь это действительно очень просто. Так вот сегодня утром на этом пустом участке действительно росли полевые бобы и пришло время их срубить. Срежьте их у основания, чтобы оставить корни, потому что это действительно хороший способ добавить углерод и органические вещества в почву и при этом фактически не нарушить её. Однако прямо сейчас это довольно труднопроходимый участок местности. Это какой-то вечно зелёный шпинат, который рос раньше и сейчас слишком жарко, чтобы что-то сеять. Так что на самом деле я собираюсь привести немного всего растительного материала и сделать временную мульчу. Это охлаждающая мульча. Всё, что имеет более прохладный цвет, чем, скажем, почва, и всё, что её защищает, обычно являющееся хорошим растительным материалом, действительно понизит температуру, а также сохранит влагу в земле. Так что я просто использую пучок старых растений кельтиса и немного горошка, но на самом деле не буду их так сильно измельчать, потому что хочу, чтобы из них получился красивый коврик. А потом я смогу их разгрести. Но я просто оставлю это сверху примерно на две недели. Будем надеяться, что погода немного остынет. После этого я смогу убрать это растение и что-нибудь посеять. Я думаю, что в этом районе я собираюсь посеять покровную культуру. Так что в качестве примера покровной культуры здесь можно привести горчицу. Именно эту культуру мы посадили всего несколько недель назад. Она растет очень быстро, а потом ты просто срубаешь ее, оставляя корни внутри. Пока растение растет, оно откачивает из себя корневые выделения. Так что мне нужно побольше сахара и углерода, чтобы питать почвенную жизнь. А потом, когда ее вот так измельчат, она разрушится, но в то же время она действует как изолирующий слой, чтобы сохранить почву приятной и прохладной. И я думаю, что примерно через 3-4 недели я смогу просто пересадить несколько быстрорастущих культур. Но если ты купишь горчицу в качестве сидерата, это будет невероятно дешево, невероятно экономично и охватит большую площадь. Вот еще один пример посеянной здесь горчицы. Это растение, вероятно, будет расти еще неделю или две, прежде чем снова срубить у основания и позволить ему разрушиться и фактически питать почву. Потому что большая часть сухой массы растения на самом деле состоит из соединений на основе углерода, образующихся в результате фотосинтеза. Так что на самом деле, создавая эту массу и это органическое вещество, и добавляя углерод в почву, который является таким ключевым строительным блоком жизни, вы на самом деле не извлекаете никаких питательных веществ, потому что все это вернется в плюс еще больше. Это очень хорошая вещь в покровных культурах. Альтернативой им на самом деле может быть салат-латук. Так что хотя салат-латук, очевидно, является хорошей вкусной культурой, он довольно быстро растет, он больше подходит для тенистого участка. Потому что если он находится на солнце в главном саду, то он прорастет семенами. Но в более тенистом месте листья салата также образуют неплохой почвопокровный покров. А затем ты можешь снова срубить их у основания и дать им поломаться, ощущающий почву, а затем ты можешь снова срубить их у основания и реализуют неплохой почвопокровный. Так что у нас есть всего пара альтернативных вариантов. Еще одной хорошей покровной культурой, которую вы можете выращивать там, которая действительно быстро растет и достаточно устойчива к засухе, на самом деле является гречиха. Вот один из примеров этого. На самом деле это гречневая крупа, которая красиво выглядит, и я выращиваю ее на зерно, но ты можешь купить гречневую крупу в качестве сидерата и посадить ее в розе. А затем, как раз перед тем, как она начнет свисти, срежь ее у основания и дай ей поломаться. И это всего лишь еще одна вещь, которая действительно поможет почве. Да, что касается зеленых удобрений, то вы не кормите людей, но вы кормите почву, которая в будущем будет кормить людей. На самом деле это фиолетовое проросшее брокколи, которую посадили вместе с редисом в качестве покровной культуры. Так что на самом деле я собираюсь вот что сделать, срезать редиску у основания, оставив внутри корни. Так вот у меня получилось вот это. А потом я просто слегка разорву его на части, а затем упакую внутри вокруг. Это будет в саду. Так что прямо сейчас наши сады забиты до отказа. У меня здесь растет амарант. А это что-то вроде нежной стеблевой брокколи? Да, я сейчас принесу. Все в порядке. В наших садах прямо сейчас есть что-то такое. Так что обычно в августе сад забит битком. Например, вот здесь у меня есть немного фенхеля. Вот это амарант. Вот это нежная стеблевая брокколи, а под ней выращенный в тени. У меня также есть немного салата. Так что в этом районе происходит очень много всего интересного. На самом деле я не могу выжить здесь ни одного урожая. Однако, когда у тебя действительно есть, скажем, урожай, который начинает подходить к концу, это означает, что он уже близок к концу, но у меня еще есть недели в запасе. Но, к примеру, там сзади растут кельтики или что-то еще, что действительно болтается, но эта почва хороша тем, что она растет. И в июне, и в августе действительно будет много растений, которые как бы перерастают, о которых мы уже упоминали ранее, таких как хаотист или горох для создания классной мульчи. Еще одна вещь, которую тебе нужно принять во внимание, это состояние здоровья твоей почвы. Так что если ты выращиваешь что-то на действительно здоровой почве, но у тебя есть участок бесплодной почвы, который не очень полезен для здоровья, тебе лучше удалить эти переросшие растения, чтобы мульчировать почву более низкого качества, чтобы она снова восстановила свое здоровье, а затем пересадить или посеять непосредственно там, где эта культура растет. Я рос, так что ты всегда можешь быть уверен в том, что на этом месте что-то посажено. Я думаю, что в действительно трудный сезон в саду нужно быть оптимистом. Я рассчитываю на то, что сентябрь по крайней мере будет прохладнее и у нас просто выпадет немного дождей, чтобы пополнить запасы воды. Так что я готов предпринять какие-то шаги, чтобы удовлетворить эту потребность. Так вот, чем я на самом деле собираюсь заняться прямо сейчас и чем я часто занимаюсь в это время года, так это любыми посевами, которые перезрели, или вот этим. Сельдерей сейчас закончил цвести, и это довольно тяжело. Я действительно собираюсь убрать это растение, потому что с августа по осень большое внимание уделяется компостированию. Так что любой материал, который я смогу достать и начать наполнять мусорное ведро компостом, чтобы в следующем году сделать как можно больше компоста, будет моим ключевым приоритетом. Но еще я занимаюсь тем, что открываю новые пространства в саду, чтобы посадить дополнительные культуры. Так что если, скажем, на следующей неделе, как только пройдет эта жара, я начну сеять зерновые культуры модулями. Этот участок будет красивым, чистым и готовым к пересадке, как только они будут готовы выйти. Так что в конце концов я все равно смогу раздобыть немного дополнительной еды. Даже если этот год выдался не очень продуктивным. Если ты сможешь финишировать на высоком уровне, психологическая польза от этого будет действительно важна при переходе к вегетационному периоду следующего года. А теперь очень быстро, если ты видел видео о способе приготовления компоста, я хотел бы дать тебе очень простую информацию. Прямо здесь, под тем местом, где мы наслаивали разные материалы, мы действительно создаем этот компост потрясающего качества, которым я действительно доволен. Влажности здесь действительно очень многообещающие, так что мы просто добавляем как можно больше слоев, а затем проходим по нему немного переворачивая. Я думаю, что это будет такая ключевая часть работы, с точки зрения небольших садов, как способ создания компоста без ущерба для растительного пространства. И я думаю, что количество собранного здесь материала будет более чем достаточным для мульчирования грядок с обеих сторон. Надеюсь, мы сможем начать мульчировать и третью грядку. Если вы выращиваете продукты питания в ответ на рост цен практически на все, я предлагаю вам выбрать три или четыре из ваших любимых культур. Те, которые, как вы знаете, дадут много пищи, или те, которые вам нравятся, и они накормят вас, особенно кончилась осень и наступила зима. Так вот, одним из ключевых продуктов питания, к примеру, является капуста. Она очень объемистая, и ее хватит на всю зиму. Прямо рядом со мной стоят вьющиеся французские бобы, а также стручковая фасоль, которая также должна входить в эту смесь. Бобам нужна влага для хорошего плодоношения. Так что, если есть какой-то способ использовать серую воду, ты знаешь, сейчас у многих людей есть ленты для шлангов, так что поливайте серой водой. А затем мульчируйте большим количеством скошенной травы или чем-нибудь еще, что вы можете найти. Так что ты сможешь получить с них приличный урожай. После этого ты можешь заморозить их и делать с ними все, что захочешь, но они дают так много пищи. Так что один из моих приоритетов – просто ухаживать за вьющимися бобами. Так что подумайте сами, какие три или четыре культуры вам действительно нужно защищать в качестве ваших главных культур, которые будут иметь наибольшее значение с точки зрения сокращения затрат или уменьшения количества продуктов питания, которые вам нужно купить в магазине. Я должен признаться, что сегодня я пришел в сад главным образом для того, чтобы посмотреть, как поживают посевы и спасти все, что в моих силах. Но я действительно набросал кое-какие идеи для этого видео и собираюсь зачитать некоторые заметки, которые я сделал для следующего раздела, который на самом деле посвящен посеву семян. А еще я тут прочитал действительно хорошую книгу, которую могу порекомендовать каждому садоводу и которая, по моему мнению, должна быть у него на книжной полке. Это книга Чарльза Даудинга «Зимние овощи». Да, здесь показано все, с чего ты можешь начать весной, например, чтобы наслаждаться зимой. Но самое главное, здесь показаны вещи, которые вы действительно можете сшить в августе и сентябре, а также шитье под прикрытием, чтобы наслаждаться им в своем политуннеле всю зиму. И я думаю, что прямо сейчас, в этом сезоне, это будет довольно большой проблемой, если погода будет оставаться такой сухой в течение сентября и далее. Но я думаю, что садоводство – это немного рискованное занятие, небольшое путешествие на плоскодонке. И один из способов свести эти риски к минимуму – просто проводить небольшие посевные работы каждую неделю, чтобы как бы распределить их по площади. И один из этих посевов сработает, он попадет в цель, и это будет действительно хорошо сработать. Так что у меня накопилось достаточно воды, чтобы если до начала сентября больше не будет дождей, этот сад, надеюсь, будет в полном порядке. Все, что произойдет после этого, будет выглядеть не очень хорошо. Но некоторые из ключевых продуктов, на которых я собираюсь сосредоточиться примерно в середине августа, это зимняя редька, шпинат, руккола, репа, китайская капуста и мангольд. И я собираюсь продолжить эту работу до конца августа. Мы также включим в нее листья салата, весеннюю капусту, салат, лук и пак чой. Есть и множество других вариантов, но именно на них я собираюсь сосредоточиться, чтобы попробовать и получить удовольствие от выращивания на открытом воздухе. А потом в сентябре мы будем гораздо активнее работать под прикрытием. И я думаю, что для посева этих семян потребуется сочетание прямого посева, как только закончится эта жара, я собираюсь посеять много чего прямо в сад, но также и многое по модулям. Просто чтобы дать им небольшую фору перед тем, как вынося их на улицу, я думаю о том, чтобы покрыть их любой защитой, которую я могу сделать для действительно очень холодной погоды. Но ты должен быть очень гибким, особенно ближе к концу сезона. И я думаю, что действительно важно закончить сезон на высоком уровне, ведь сейчас мы можем сшить так много вещей. Так что я действительно рекомендую тебе взять эту книгу, немного почитать и посмотреть, что ты можешь в нее втиснуть. Потому что после небольшого испытания нам просто нужно что-то отпраздновать. И у нас все еще есть много возможностей насладиться этим зрелищем до конца сезона. И что действительно важно, использовать наши скрытые места для выращивания растений в течение зимы. Так что я бы очень хотел, чтобы ты принял участие в съемках этого видео, потому что одно из реальных преимуществ такого сложного сезона, как этот, заключается в том, что он заставляет нас мыслить нестандартно и находить решения. И было бы действительно здорово превратить раздел комментариев в раздел, где мы делимся своими мыслями и идеями, а также тем, что нам удалось выяснить. Так что всем, кто смотрит это видео и чувствует, что им просто нужна небольшая помощь или руководство, раздел комментариев может стать действительно позитивным, вдохновляющим ресурсом. Где мы все можем помогать друг другу, будь то просто до конца сезона, или выстраивать стратегии, чтобы мы могли быть более устойчивыми. На будущее. Так что это всего лишь открытое приглашение принять участие в этой дискуссии внизу-внизу. Так что если ты больше интересуешься способами недорогого хранения воды, видео на следующей неделе мы покажем тебе наше хранилище воды на других объектах, а также проведем полный тур, которым очень интересно поделиться должным образом. Но в этом видео прямо здесь мы покажем тебе недорогую систему водоснабжения, которая не идеальна, но практична и которую мы используем здесь для экономии воды. Потому что у нас нет электросети, так что мы можем поддерживать цветение сада как можно дольше. Дальше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...